Не знает, как сложится его судьба и нервничает, но, цитата, шифроваться не видит смысла. Человек, который сегодня назвал себя исполнителем псевдоубийства Аркадия Бабченко, зовут Алексей Цымбалюк. От развернутых интервью отказывается, дал подписку о неразглашении, но кое-что уже выяснили. Состоит в запрещенном правом секторе, был священником, причем и московского патриархата, и киевского. Сейчас вроде бы монах-волонтер, плюс участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины. Ну что сказать, какой-то дикий, неразбавленный сюрреализм. А дальше еще круче. В СБУ причастность этого Цымбалюка к делу и сотрудничество с ним сначала опровергли, а какой-то час спустя, внимание, от опровержения отказались. Видимо, поняли, раз уж начали, надо идти до конца. Да и как иначе, после самой-то инсценировки к ней за минувшие сутки отношение не поменялось. Ну, например, сегодняшний комментарий Международной Федерации Журналистов. «Пропагандистская операция, подобная, неприемлемо». Но журналисту Бабченко, похоже, плевать. Не успел эпически восстать из мертвых, как недовольных, включая западную прессу. В своей фирменной манере посылает в Фейсбуке. Как, похоже, плевать его киевским патронам. Арсен Аваков. Оказывается, хотел бы проводить подобные спецоперации каждый день. Антон Гераченко. Сравнил аж с Шерлоком Холмсом. Мол, инсценировка смерти – давний прием. Ну, может быть. Только в детективах есть логика. А тут, чем больше деталей, тем бредовее все выглядит. Убедилась Анастасия Ефимова. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте. Там ведь якобы с заказчиком этого преступления тоже какой-то абсурд. Ну да, учитывая, что он работал по лицензии украинского Миноборона, вопросы к нему как минимум есть. А точно ли все случившееся не провокация СБУ? Вопрос, заданный сегодня на пресс-конференции Аркадию Бабченко. Буквально через пару часов после этого станет известно, что исполнитель псевдоубийства со службой действительно сотрудничал и ее приказы выполнял. Но чудесным образом воскресший журналист решил все-таки уйти от ответа. Насколько мне сказали, выбран не именно я. Я был выбран просто первым. Насколько я помню, там было сказано, что вот этот журналист – мелкая сошка, и он нужен просто для шумихи. Я, блин, счастлив в этом случае быть мелкой сошкой. Вот я просто офигенно рад, что я просто мелкая сошка, которой нужен был для шумихи, а не какая-то основная цель. В потенциальном расстрельном списке 30 человек. Имена еще двоих озвучил этим вечером генпрокурор Украины. Это якобы одесский активист и экс-сотрудник российских спецслужб, находящийся на Украине. Но какова же та самая основная цель, а главное, кто эту цель поставил, по-прежнему неизвестно. И чтобы отвести внимание от неудобных вопросов, Киев сегодня раскрывает личность организатора, того самого господина Г. Это, оказывается, Борис Львович Герман, владелец единственного негосударственного оружейного предприятия на Украине. Сотрудничал с Минобороном, поставлял оптику для снайперских винтовок. И, видимо, преуспел, потому что, если верить адвокату, однажды его бизнесом заинтересовались. Сначала спецслужбы наведывались с обысками. И домой, и на работу. Потом взяли деньгами. По данным защитника, 70 тысяч долларов. Впрочем, нетрудно предположить, что однажды денег стало мало. Ну, как я понимаю, из заявления адвоката и людей, которые в курсе этой ситуации, то есть именно сам факт давления, то есть то, что он уже находился в финансовых отношениях, в каком-то разведкой СБУ, то есть его просто вынудили участвовать в этой операции, то есть человек уже находился под колпаком, и чтобы продолжать, ну, относительно свободно делать бизнес, чтобы его не отжалили другие товарищи из украинской власти, то есть ему пришлось пойти на участие в этой постановке дешевой. Ну, допустим, все сказанное Киевом чистая правда. Поставщик украинского Минобороны Борис Герман переписывается в мессенджере с монахом-правосеком Алексеем Цымбалюком и уговаривает его убить журналиста Аркадия Бабченко. СБУ обо всем этом узнает, заговор раскрывает, но тогда где заказчик? Таинственный человек, разумеется, из российских спецслужб, который сумел не просто внедриться в сплоченные ряды местных патриотов, но их же забербовать. При том, что самого Германа, друзья, называют человеком исключительно проукраинским и даже промайданным. Врут, видимо. Это просто, я не знаю, ну совсем дилетанты какие-то, так сказать, люди, которые вообще ничего не понимают ни в политике, ни в информационной войне, ни в инсценировках. То есть, вот, это просто Украина, мне кажется, она вообще, после этого дела Бабченко, она дискредитировала себя, ну полностью, мне кажется, что полностью. Конечно, могут быть какие-то, так сказать, как-то, могут ее вытаскивать, но, по-моему, сейчас уже желания ни у кого нет подыгрывать Украине. Впрочем, судя по тому, как быстро рвется наспех сшитый Бабченко-гейт, отступать Украине уже некуда. И вот депутат Верховной Рады Антон Герасченко объясняет, связь заказчика с организатором фактически доказана. Видимо, не сегодня-завтра стоит ждать новых сенсаций, если историю не замут. Я думаю, что замять ее уже не удастся. По Скрипалям она полузамята, потому что англичане молчат, не признаются в том, что они провокацию создали, и спрятали их. Поэтому она как бы полузамята. А здесь замять не удастся, здесь слишком все скоропалительно. Здесь буквально меньше суток прошло между псевдоубийством и воскрешением. Такого не бывает. Сам же Аркадий Бабченко, который нынче под надежной охраной и в безопасности, в желаниях особенно не мудрствует. Я планирую выспаться, отдохнуть и, может быть, напиться и заснуть вообще пьяным, и не думать ни о чем дня, наверное, 2-3. Вот примерно так я сейчас планирую. Еще из неотложных дел, наверное, отмыть кровь с паркета. То, что на знаменитом теперь фото, красной лужей растекалось по полу, оказывается, свиная. Похоже, ничего человеческого в этой истории так и не нашлось. Анастасия Ефимова о том, как Аркадия Бабченко встретили с того света.